Лучшие наездники страны разыграли кубок Чувашия. В минувшие выходные в Ядринском районе прошли всероссийские конные бега. После того, как конезавод восстановил свою работу, здесь начали возрождать традиционные конные скачки. Нынешние соревнования четвертые по счету. В забегах приняли участие более 20 лошадей. Среди наездников гости из Ульяновской области, Татарстана и Москвы. Старт турниру дал глава региона. Также Михаил Игнатьев познакомился и с выставкой сельских поселений района. То, что эти соревнования востребованы, это очевидно. Вот столько народа, это проходит уже как праздник. Не только для жителей Чувашской республики. Наездники, коневоды, фанаты приезжают с разных регионов Российской Федерации. Поэтому они называются всероссийские спортивные конные бега. А то, что племянный конный завод сегодня имеет хороший научный потенциал, русские, российские породы коней, это очень важно. И сегодня, я могу сказать, в Российской Федерации эти будут в центре, в будущем в центре. Был такой период в истории легендарного конезавода имени Василия Ивановича Чапаева. Я не хотел бы сказать, что это было падение, но была остановка определенной в развитии. И благодаря таким людям, как глава Чувашской республики, Игнатьев Михаил Васильевич, который сделал все для того, чтобы данный завод был восстановлен. В программе соревнований 9 заездов и одна скачка. Главный приз – золотой кубок завода. Моим коллегам Дмитрию Ковалеву и Игорю Звереву удалось поболеть за спортсменов и понаблюдать за подготовкой лошадей к забегу. Одна из звезд турнира – вороной жеребец Фаянс. Именно он стал лидером прошлогодних стартов. Он участник дерева Москвы 2013 года. Он считается как шестой призер России 2013 года лошади. В этом году Альберт Хамбиков и Фаянс оказались лишь на второй позиции. Кому удалось завоевать кубки и на что готовы пойти наездники ради конного спорта – подробности в следующих информационных выпусках.